Здравствуйте! В этот великий для страны день, 70-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, журналисты Антенны 7 и мы, Денис Ионос и Марина Бугрова, приготовили для вас специальный выпуск программы новости. За значительный вклад амичей в приближение победы в город трудовой славы. Теперь Омск носит это почетное звание. Начали отмечать юбилей победы с размахом. Тысячи амичей собрались на Соборной площади, чтобы честовать ветеранов. Встроенные колонны десантников, танкистов, спасателей, военнослужащих внутренних войск. Люди наполнили центр Омска уже в девятом часу утра с фотографиями предков, с праздничными шарами. И дети, и взрослые надели пилотки, привязали георгиевские ленты. Горожане шли большими потоками, порой целыми семьями. Пришли, потому что помним, потому что всегда будем помнить, потому что стараемся передавать память детям. Война то, что это когда идет между народами или странами битва. Рассказываем правду, рассказываем о подвиге дедов. Пытаемся воспитать в них отвращение к войне. И понимание, что война это разрушительная вещь, которая... Ну, это всегда деструктивно. Нужно искать мирные пути, но помнить подвиг наших дедов. За полтора часа до начала заняли место на площади Евгений и его семья. В коротком интервью мысль отца завершила дочь. Каждый год ходим, посещаем. Гордимся нашими ветеранами. Они молодцы, что победили фашистов. А вокруг все пребывал народ. Такого количества зрителей и участников Соборная площадь не помнит даже во время марафонов. День Победы, как он был от нас далек, поется в известной песне. В 21 веке День Победы от нас еще дальше и дальше. Но несмотря на это, сегодня в Омске на Соборную площадь, на торжественные мероприятия, посвященные Великой Дате, пришли десятки тысяч горожан. Парад начался ровно в десять. На Соборную площадь внесли государственный флаг России и копию Знамени Победы. Право нести их доверили ветеранам президентского полка. Вознесенное над повержением Рейхстаню. Оно возвестило народу Европы освобождение от ненавистного фашистского иго. Затем пронесли штандарты легендарных воинских соединений и частей, сформированных в Омской области и прошедших поля сражений. Еще на стадии подготовки решили не выпускать современную военную технику, чтобы не испортить асфальт. Однако боевых машин и так было достаточно. Красочно проехали по площади участники историко-патриотического клуба 225-й автотранспортный батальон. Они восстановили авто времен Великой Отечественной. Все члены клуба имеют в наличии по два комплекта военной формы аутентичной начальному периоду Великой Отечественной войны. Но главными действующими лицами остаются вовсе не техника и символы, а люди, победители той войны. Прибыл парадный кортеж ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Кортеж доставил лишь два десятка участников сражений. До 70-летия победы смогли дожить немногие, а кому-то выбраться на торжества не удалось из-за плохого здоровья. 150 тысяч воинов и мечей погибли в боях, пропали без вести, умерли от ран в госпиталях. В память о них объявили минуту молчания. Незабытые труженики тыла накануне Омску присвоили звание города трудовой славы. Эти люди отложили свою жизнь на 4 года ради жизни будущих поколений. Сегодня они вспоминают тяготы войны без злобы. Вера Тимофеевна девчонкой работала на 510-м заводе. Делали миновзрыватели. Нам давали, все-таки нам не хватало, ну нам не хватало, тем более, а как же Ленинград, ну все-таки мы 650 грамм хлеба получали. А ее соседке, когда началась война, было 12 лет, работала в колхозе. Все ушли на фронт, а хозяйство-то все осталось на месте. Надо было кому-то работать. Мы работали вместо взрослых всю войну. Они вспоминают и День Победы в тылу, когда эшелоны шли по железной дороге уже на восток. Как они открыли пальбу, кто только еще мог стрелять. Из автоматов пистолетов. На платформе были крупнокалиберные тенитные пулеметы. С них сдавай. Потом тронул шашел. Вышли в чистополо. С танка еще два выстрела сделали. Ну, победа есть победа. Движение парадных шеренг продолжили военнослужащие Омского гарнизона. В параде приняли участие курсанты Омского танкового инженерного института, ракетчики, пограничники, подразделения МЧС, казаки и кадеты. Однако самым ярким шоу стало выступление десантников. Они показали мастерство подготовки. Прямо на площади устроили импровизированный бой. Эти выстрелы холостыми заставили притихнуть зрителей и на мгновение задуматься о тех днях сражений. Что же такое война и как понимают ее сегодня? Это, наверное, все-таки фашистский какой-то дурман напал на Советский Союз. Но Советский Союз выиграл войну. И мы гордимся нашими дедами, прадедами. И мы не забываем, тем более, что сегодня великая дата 70 лет. Все-таки это очень знаменательный праздник для нас, для наших детей. И мы очень довольны, рады, что мы все-таки свободная страна. Мы вроде бы достигаем, мы ставим себе цели, мы их достигаем, задачи. Мы рожаем, строим семьи. Но всегда чего-то не хватает. Но вот надо, наверное, сказать Богу за все то, что есть, спасибо. Даже чего-то нам не хватает, все равно спасибо. Вот я думаю, что если мы будем внутренне с таким позывом идти, и каждый будет относиться с таким пониманием, наверное, все-таки мы сможем сохранить этот мир в душе, во-первых. И, соответственно, будем дарить мир рядом друг другу. Война – это потери. Война – это беда. Война – это горе. А победа – это счастье. Это величие. Это гордость. И я хочу сказать, вот сегодня всему миру, крикнуть всему миру, и все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. Евгений Нефанов, Андрей Кузьмин, Сергей Гаврилов. Антенна 7. Сегодня по всей нашей стране маршем проходит «Бессмертный полк». Тысячи людей вышли с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Тех, кто уже никогда не сможет выйти на парад. Акция «Бессмертный полк» проходит в нашем городе в третий год подряд, и с каждым разом в ней принимают участие все больше и больше жителей региона. В этом году в нашем городе в летопись полка вписано почти 250 тысяч имен. В юбилейный победный год в колонне «Бессмертного полка» свыше 15 тысяч участников. Это в два раза больше, чем в прошлом году. А мечи нескончаемым потоком идут с транспарантами в руках. У каждого свой портрет, своя история о родном и близком защитнике. «Разумов Александр Елизарович, красноармеец, когда брали деревню Пашул, он выдвинулся на расстоянии 100 метров от линии атаки гитлеров. Убил 15 гитлеров и поджег склад с боеприпасами. Тем самым подвигом награжден орденом Третьей Славы. Гордость осознается за своих родственников, за своих дедов. Спасибо им большое, что мы живы-здоровы, и то, что у нас сейчас мирное небо над головой». «Это мой дедушка. Он был сначала артиллеристом, там тяжело был ранен, и уже потом сам пошел воевать уже как санитарный инструктор. И до конца войны пришел как санитарный инструктор». «Это мой дедушка Сотников Степан Васильевич. Он прошел от Москвы до Берлина в легендарной бригаде генерала-майора Белова, в конной дивизии, награжден медалями. Мы очень гордимся. Он прожил долгую-долгую жизнь. Он умер 87 лет». «Обва погибли под Москвой в 41-м году, в Каверийской группе воевал. В 41-м году, когда началось контраступление под Москвой. А дед мой родной, это 32-я дивизия Полосукина, она квартировалась в Дальнем Востоке. И когда немец на Москву шел, их перебросили под Москву. И на Бородинском поле, и на Бородинском поле над Заменитым. Вот он артиллерист, танки жег». «Это мой дедушка, командир танковой бригады, подполковник Орловский. «Как звали дедушки?» «Звали Виктор Ромалдович, погиб в 43-м году под Прохоровкой. Начал свои боевые действия в Монголии события Хасан и Халкингол». «Русланова и Лидия Андреевна, я знаю то, что она великая певица, она пела во время войны, она прошла три войны, не боялась, она пела под пулями, когда даже стреляли, но не останавливался концерт. И в конце победы она спела у стен Рейстага. И я ей горжусь». С обеих сторон колонна бессмертного полка обрамлена учащимися кадетского корпуса и речного училища. Молодые парни словно оберегают скромных на фото людей. Тех, кто, когда-то спасая мир на земле, сегодня вернулся к нам снова. Несколько фотографий похоронка. У многих это все, что осталось в память о родственниках героев войны. Порой даже место захоронения неизвестно. И все же история о том, как омские семьи спустя много лет узнают, где находятся могилы родных защитников «Районных контролеров-ревизоров КРУ НКФСР 1939 год, город Киров». Вот он. Когда началась война, Иван Урванцев закончил курс и начал работать контролером-ревизором. В июне 1942 года его призвали. На фронте Иван Николаевич был младшим сержантом 437-го стрелкового противотанкового артполка. Он погиб 24 августа 1942 года. И тогда это была единственная информация, которую получили родственники. В августе приходит похоронка, что урванцев погиб. Никаких деталей, где, что, чего. Брат занялся поисками могилы отца. Через архив в Подольске, военный архив, значит, ему дали координаты. Где похоронен их герой войны семья узнала только спустя несколько десятилетий. Из военкомата в Подольске, где находится самый большой архив, пришел ответ. Иван Урванцев участвовал в боях под Оржевом, погиб в деревне Ковынёво. Но позже его прах перенесли в братскую могилу в деревне Полунино, которая находится в Ржевском районе. А Томска далеко, но Евгений и Татьяна Урванцевы, которые к этому времени уже стали дедушкой и бабушкой, поехали. Почти 3000 километров до места захоронения возложить цветы на могилу раз в жизни. Вотложили там цветки, цветы живые, поклонились и были приятно удивлены, насколько бережно сохраняется память о наших родителях. Рядом с могилой музей, небольшой деревянный домик, фотографии, документы, пули, ложки, кружки, каски. Но самый главный экспонат, который касается и семьи Урванцевых, книга памяти. Записано в ней около 10 тысяч имен и фамилий. Среди них Урванцев Иван Николаевич. Одна эта строчка как доказательство того, что родственник, след которого так долго не могли найти, похоронен именно здесь. Никто не забыт, ничто не забыто. По статистическим данным, во время войны без вести пропали более 7 миллионов солдат. Многих родственников нет даже шанса посетить их могилы. Тех, кого мы помним, кем гордимся. Светлана Урванцева, Сергей Гаврилов, Антенна 7. Дань памяти и уважения ветеранам войны и труженикам тыла отдали и участники спортивного праздника. Скорость, мужество и желание вырваться вперед порой были очень опасными. Ветеранов Великой Отечественной войны поздравляли Ревам Мотором. День Победы свое мастерство демонстрировали представители пяти видов спорта. За 100 км в час на прямой такой лихой ездой салютовали празднику Победы автогонщики. При обгоне скорость взлетала, события развивались как в калейдоскопе, лидеры менялись по нескольку раз, пилоты как в бою смело шли на таран. Автомобилистов сменяли каскадеры, мотобайкеры. Автокрасмен Алексей Легкий посвятил свой супер прыжок героям Великой Отечественной войны. Наши деды, особенно танкисты, либо какие-то механизированные бригады, они все равно прыгали не через 8, не через 10, а бывало и больше метров. Преодолевали такие невыполнимые условия, всякие реки, броды, минные поля. Еще одна традиция праздника парад ретроавтомобилей. В День Победы преобладали машины российского производства. Зрители встречали автомобилистов аплодисментами. Ребенок у нас бесконечно заинтересован вот такими гонками, различными машинами, мотоциклами. Мы очень благодарны, что в такой день проводят такие замечательные мероприятия. И надеемся, что это будет продолжаться. Это замечательная традиция. Мы не первый год уже приходим, на 9 мая именно на вот мотокросс, на автогонки. Эффектную точку в празднике поставили автогонщики. В решающем заезде на первое место претендовало несколько спортсменов. Лучшие результаты показали Андрей Гирш и Дмитрий Катышев. Они же все родные. Я думаю, у большинства деды, прадеды, бабушки, дедушки, они, если не воевали, то трудились там на благо того, чтобы наши люди победили. Владимир Истомин, Данил Паршин, Антенна 7. А зорь здесь тихие. История, описанная в книге Бориса Васильева, о том, как на долю пяти хрупких девушек выпало отстаивать родину, известно, если не всем, то точно каждому второму. В преддверии 70-летнего юбилея Великой Победы на экраны кинотеатров вышла новая экранизация фильма. Как восприняли премьеру Амичи и что нового увидели уже известно. Эти девочки мечтали о большой любви, нежности и семейном тепле, но на их долю выпала жестокая война, и они до конца отстояли свой воинский долг. Такой эпиграф значится к фильму, который вышел на экраны в 1972 году. Тогда он вызвал слезы у многих зрителей. Будет ли эффект таким же от новой экранизации, узнаем уже буквально через пару часов. Аудитория зрителей, что называется, на любой вкус, от мала до велика. Пенсионеры, студенты, многодетные родители, работающие средних лет и даже дети. Однако, не младше 12 лет. На фильмы наложены возрастные ограничения. Все-таки сцены войны, крови, смерти не для детских глаз. Самой юной зрительнице Лене Шерстюк повезло. Девочке уже исполнилось 12 лет. А значит, пройти на сеанс имеет право. Я думаю, что там уже что-то про войну, потому что все в военной форме. И, наверное, как будут девушки драться, воевать. Инициатор такого похода в кино мама Лены, Наталья. Женщина признается, привлекла дочь не случайно. Заинтересовала тем, что когда-то книгу читала. И она очень интересная. На самом деле у Натальи свои цели от данного просмотра. Хотелось бы ребенка приучать уже к нашей истории, к тому, что у нас было. Ну, как бы, нужно посмотреть патриотические фильмы, не только мультики и все остальное. Чего вы ожидаете от новой экранизации? С таким вопросом за несколько минут до начала сеанса мы обратились к зрителям. Меня девушка сюда затащила, как бы. Она инициатор этого похода в кино. Вообще, было интересно, как режиссер интерпетировал столь известную картину, произведение, которое было уже снято еще в советское время. Ну, как он это видит сам, и как он на экране воплотит это все. Может, приход именно на этот сеанс, он будет как бы в дань памяти своего рода. Потому что, действительно, нашим бабушкам было очень тяжело. Первые минуты фильма и у зрителей слезы на глазах. Знакомые многим кадры старой постановки прослеживаются и здесь. Порой даже копируют своего предшественника. То же развешанное женское белье вокруг казармы, тот же солдатский быт, тот же первый бой с фашистами, внезапно напавшими на забытый богом разъезд. Огонь! Я тебя потребую отдам! В новом фильме есть и эротические сцены. Оголенные тела девушек в бане, на речке. Однако, были они и в прошлой экранизации. Какую фигуру в обмундировании поковать? А ну-ка, я вам всех партов отбавлю! В образах пятерых молодых девчонок на чью долю выпало предотвратить нацистскую диверсию тоже ничего нового. Главные героини полностью соответствуют образом и характером, описанным в книге Бориса Васильева. Строгая и редко смеющаяся Рита Осянина, красавица и черт в юбке, Женя Камелькова, деревенская девушка Лиза Бричкина, прилежная студентка и круглая отличница Соня Гурвич и тихая, застенчивая сирота Галя Четвертак. Несмотря на это, в новом фильме у зрителя есть возможность узнать подробности довоенной жизни девушек. Новый фильм «Азори здесь тихи» это более динамичная версия фильма 1972 года, где есть место спецэффектам, однако за ними не теряется суть произведения Бориса Васильева. Эмоции зрителей говорят сами за себя. Я вообще не переставаю плакала, фильм, конечно, затронул меня. Ну, как бы, эта история, конечно, затрагивает. Я до сих пор сейчас пела. Честно скажу, ребята молодцы, вообще, отличный фильм, прям, действительно, за одну троту зацепил. Там были моменты, когда убивали там людей, я плакала, потому что не поддерживала. Победа давалась не только мужчинам, но и молодым девчонкам, которые чуть старше было ребенка. Ну, я даже не ожидал настолько, что будут эмоции сильные, что... И когда говорят теперь, что вот в России плохо снимают, можно показать смело этот фильм и говорить, что вот она, та душа, которая вот умеет складывать русские фильмы, она вот... О, ярко... Яркий пример этот фильм, потому что реально задевает, выставляет, вот, ну, задумываться. Эмоции зрителей от просмотра фильма разделили Ксения Тойчкина и Артем Калейшников. Антенна 7. Денис, ты заметил, что в фильме героини, несмотря на теплую погоду, появляются все время шинели на войне вообще были практически всем для солдат. И постелью, и палаткой, и одеялом. Кстати, к годовщине победы в Омске открыли выставку военных шинелей. Все представленные на выставке вещи искусственно состаренные, а вот военные истории авторов вещей настоящие. В годы Великой Отечественной войны в Омск привезли около 200 тысяч человек. Если бы не война и эвакуация, три героини нашего сюжета вряд ли бы приехали в Сибирь и никогда не встретились. Но сегодня они работают на кафедре дизайн-костюм Омского института сервиса. В память о родственниках, которые воевали на фронтах, они придумали выставку шинелей. Папа говорит, ни один фильм пока не повторил на самом деле того, что там... Родственники Елены Азиевы из Бреста. Они одними из первых приняли на себя огонь войны в июне 41-го. В этот день они пошли в Брестскую крепость, там очень хороший клуб на танцы. Пришли в 3 часа, а в 4 началась война. Никто не верил, что это война. Все думали учения, говорили, как надоели учения, что же это такое, спать мешают. Вышли на улицу, а там танки идут, и мирное население с ближайших районов бежит, уже говорят, война. Отцу Елены Азиевой было 2 года. Вместе с матерью он попал в концлагерь. Ему суждено было выжить. Затихнет шрапнель и начнется апрель. На прежний пиджак поменяю шинель. Вернутся, вернутся полки из похода. Такая сегодня погода. Мама Людмилы Медведь встретила войну в Сталинграде. С началом боевых действий пошла работать в госпиталь. Однажды она рассказала дочери о самом страшном моменте в жизни. До этого паритет на небо, бомбили госпитали. А именно в период Сталинградской битвы вот эта вот вся история началась, когда они целенаправленно бомбили госпитали, потому что на домах были нарисованы кресты. Вот, он говорит, началась бомбежка. И вот мой раненый, которого я вела, значит, он попал как раз вот, осколки в него попали, голову оторвало, и он на рефлекторном таком движении прямо, говорит, понесся без головы прямо на меня. Он говорит, я помню только это, все остальное, мне кажется, ерундой. Глаза бойца слезами налиты. Лежит он, напружиненный и белый. А я должна приросшие бинты с него сорвать одним движением смелым. Потом была эвакуация направления Омск. Конец сентября, начало октября 1942 года. Здесь женщина работала на кордной фабрике, которой сегодня уже нет. Юлия Герасимова родилась в Омске тоже из-за войны. Мама приехала сюда работать по распределению, а семья отца в Сибирь эвакуировалась из Украины. Бабушка с двумя маленькими детьми эвакуировалась в Омск, потому что ее сестра в это время уже жила в Омске тоже с двумя детьми. Ее сестра из Москвы вместе с заводом приехала в Омск. Шинели, сделанные этими женщинами, символ вечного строя, солдат-героев. Мы все войны, шальные дети, и генерал, и рядовой. Опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой. Алла Аксенова, Артем Колесников, Антон Асим. Вместо тетради старые газеты, чернил, дефицит учебников тоже. И все же во время войны работали школы. Началась Великая Отечественная сразу после выпускных 1941 года. Несмотря на это, 1 сентября дети вновь сели за парты. Вот это вот перья, значит, макали в эти вот такие непроливайки были, и писали непроливайками. И была паста такая, паста специальная растворялась, и мы писали чернилами. На газетах писали. Газеты не было чистой бумаги. Когда началась война, Константину Лупой было 14 лет. Он закончил только 7 классов. Но этого оказалось достаточно, чтобы еще мальчишка его взяли на работу. Больше сидеть за партой почти такой же, как сейчас стоит в музее 72-й школы, не пришлось. Константин Лупой был конюхом. Потом ему доверили вести учет. Да учиться удалось только в конце войны, сдав экзамены экстерном. Не за что было даже кушать. Вы понимаете, были очень затруднительно. Тот, кто учился, получал только 250 граммов давали, как из Девенцу. А вот когда работал, давали уже 500 граммов, уже немножко побольше. И все равно работать сил у детей еле хватало. Школьную скамью на станок меняли практически все, кто уже был в средней школе. Владимир Залексон также после всего 7 классов пошел работать. Ходили в наш госпиталь, пели песни им, помогали медсестрам, как сейчас помогу вспомнить. Бинты крутили. 72-я школа открылась в Омске в 1923 году. Это было стандартное небольшое двухэтажное здание с несколькими учебными классами и небольшим штатом учителей. Проработала 72-я всю войну. Великую Отечественную войну наша школа встретила вот в этом деревянном здании. Располагалось оно на территории нашей нынешней школы, во дворе. Вот это здание, в котором мы сейчас с вами находимся, это построено в 1956 году. А во дворе нынешнего здания располагалось вот это деревянное. И тогда наши учителя обучали детей. Много было детей, рабочих, инженеров, заводов, которые были эвакуированы в Омск из Москвы, Запорожья. Потому классы были огромные, по 45-50 детей. Поэтому, если сейчас за партами в классах сидят по двое, то тогда умещались по трое, четверо и даже пятеро человек, которые, несмотря ни на что, хотели учиться. Обучение учащихся с 7-летнего возраста введено было в 43-м году. То есть, раньше можно было и в 6 лет пойти, и в 8, и в 10. А обязательным стало с 7 лет в 43-м году. Также во время войны была введена обязательно пятибалльная система обучения. До этого оценки ставили в разных школах по-разному. Где 100 баллов, где 50, то есть где 10. Во время войны появились первые экзамены. После четырех классов изначальной школы, после семи и средней. Выпускникам стали выдавать эти статы. В программе появились новые предметы. Подростков стали учить на радистов и телеграфистов. До войны в школах работали в основном мужчины. И только в 41-м их сменили женщины, потому что мужчины ушли на фронт. И 72-й с войны не вернулись. Трое учителей и многие их ученики. Светлана Урванцева, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Марина, ты когда-нибудь писала письма в прошлое? Я нет. Это сделали студенты Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. И пофантазировать предложили педагоги. Полевая почта дошла до адресатов? Дошла, думают участники акции. Ведь свои послания они вложили самое главное в душу. Здравствуй, дорогой прадед Семен. Пишет тебе твой правну Коля. Про бабушка рассказывала, каким ты был. Бойкий, резвый. Всегда был лидером. Наверное, эти качества у меня от тебя. Николай Кочегаров прадеду передает весточку из 2015 года в далекий 43-й. Коля никогда не видел Семена Васильевича. Его застрелил немецкий боец под Киевом за два года до окончания войны. Коля уверен, если бы дед был жив, обязательно ответил. Полевую почту студент оформляет как положено. На треугольнике номер войсковой части 90-50-0-15. Привет из будущего. В годы войны не было конвертов. Но они были, но не у всех была возможность. И проще было просто сложить листок треугольником. Это делалось именно вот так. Справа налево складываем листок. Затем слева направо. И лишнюю часть нижнюю заправляем внутрь. Здравствуй, солдат, воевавшие и дожившие до сегодняшних дней. Своё письмо Анастасия Химич посвящает солдату. В его лице все те, кто пал на полях сражений и кто сумел вернуться домой. Вместо традиционного треугольника у Насти получилась красная открытка на обложке бабочка. Она поможет долететь письму к сердцу каждого адресата. Хоть у меня и воевал мой прадедушка Григорий Николаевич, но я решила написать всем солдатам, потому что они же на тот момент ничем не отличались от других. Каждый был, каждый боролся за свой дом, каждый боролся за свою родину, каждый боролся за свою семью. Их это объединяло. Они не жалели себя, умирали, ничего не боялись. Поэтому я решила хоть как-то отблагодарить их, написав письмо не кому-то одному, а обобщая их всех. Надеемся очень скоро тебя увидеть. Шлем тебе теплую одежду, варечки, сахар. Лаборант кафедры Дмитрий Воропаев пишет своему деду Николаю Никаноровичу Морозову в госпиталь. В 43-м солдата ранили при взятии Бухареста. Николай Никанорович прошел всю войну, умер в 2009-м в Ярославле. Там же и похоронен. Дмитрий не был на могиле. С помощью письма он обращается к деду. Знает, тот его слышит. Мысль у нас материальная. Где-то дед слышит меня, конечно же. Письма в прошлое написали более 20 человек. Все проявили фантазию. Здесь и рисунки, и письма на газете, и обгоревшие треугольники, и яркие открытки. Работы в свободном доступе. Написать письма в прошлое предлагали всем студентам. Акция носила добровольный характер, то есть эти письма никак не влияли на оценки. Каково же было удивление организаторов, когда желание пообщаться с родственниками с помощью бумаги и ручки выразили не только учащиеся, но и педагоги, их знакомые, даже дети. Я им говорю, ребята, вашим детям и вашим внукам уже не достанутся ветераны. Они уже ни одного ветерана не увидят, потому что они уже уйдут из жизни. Говорю, давайте сделаем что-то, хотя бы какой-то вклад, что это через нас этот тоже праздник прошел. Не просто день победы, выходной день. Нет. И вот они так откликнулись. Я, конечно, очень рада, что дети все-таки и читают, и пишут, и имеют свои мысли. Ну, очень рада. На переменах студенты читают послания. Может быть, эти строки побудят и их написать письмо в прошлое в следующем году. Анастасия Лаврова, Андрей Кузьмин, Антенна-7. Пропустить праздничный салют не имеем права, поэтому заканчиваем выпуск новостей. Огни вспыхнут уже через полчаса в трех точках нашего города. Напротив гостиницы Омск, напротив пересечения набережной Тухачевского и улицы Кемеровской и напротив парка Советский. Всего доброго и до встречи на канале Антенна-7. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова